Музыка Всем большой рядолазный привет из Норвегии! Сегодня заключительный день нашей рядолазной программы 2019 года по сложившейся за много лет традиции я хочу провести небольшой обзор того снаряжения, которым мы пользовались в рамках этой программы для тренировок на вертикальном льду на этих каскадах мы провели уже 10 дней попробовали разные инструменты, разные кошки и сложившиеся впечатления я хочу разделить с вами и поделиться своим опытом тот кварк, о котором я хочу поговорить сейчас это инструмент, который пережил не одну инкарнацию который перевоплотился обновился и сохранил до сегодняшнего дня свои лучшие качества которые были заложены в его первую модель в его прототип сейчас этот кварк выпускается под брендом Пецель и действительно инструмент, на мой взгляд, один из лучших сейчас на рынке в своем классе если не лучший, сложно сказать но мне действительно эта машинка очень нравится чем отличается этот кварк, и чем он там хорош? ну, начнем с того, что форма инструмента сочетание качеств балансировки формы рукоятки, формы клюва, угла атаки инструмент весит 540 грамм и за свою историю, историю развития этой модели ее улучшение, инструмент похудел примерно на 100 грамм потому что его прототип, вот этот вот кварк произведенный компанией Шарль Мазер давным-давно он весит больше где-то на 80 или 90 грамм это существенная разница и действительно инструмент за это время стал лучше и удобнее в использовании что еще можно сказать форма рукоятки угол атаки угол атаки инструмента на мой взгляд оптимален то есть инструмент очень хорошо работает на льду разной плотности что это означает? то есть в мягкий лед инструмент входит легко буквально легкое легкое ускорение кистью загоняет его на 2 трети клюва что совершенно безопасно для лазания на перемороженном льду на холодном зимнем льду такие условия у нас тоже были в прошлом году мы использовали эти инструменты при температуре минус 30 на натечном льду лед в таких условиях очень хрупкий и ненадежный то есть вот кварк это инструмент, который действительно работал очень эффективно и не скалывал линзы хотя остальные инструменты в этом отношении не могут похвастаться этим качеством что еще можно сказать инструмент идет с бойком и с лопаточкой вот второй вариант с лопаткой инструмент с лопаткой весит на 20 грамм больше но лопатка при классическом лазании она довольно практична потому что вы можете всегда зачистить участок льда для страховки что-то подкопать что-то подковырять в общем это совершенно необходимая часть снаряжения клюв инструмента выполнен из высококачественной стали то есть при использовании его на микс-участках на скалах он практически не тупится то есть острие сохранилось вот инструменты были новые а средство хранилось через 10 дней после достаточно интенсивного использования про нижнюю часть инструмента кварк про его рукоятку хочу сказать отдельно несколько слов потому что это действительно инженерно очень интересно выполненная часть рукоятка композиционная она состоит из двух видов пластмассы нижняя часть более мягкая похожая на резину верхняя часть более плотная рукоятка обеспечивает очень удобный анатомический хват рукоятка не скользит и используя даже не самые лучшие перчатки рукавицы вы получаете здесь хороший уверенный хват верхняя часть рукоятки снабжена упором для перехвата инструмента ну это съемная деталь то есть если она вам не потребуется здесь есть винтик ее можно снять упор может менять свое положение на рукоятке то есть где он вам нужен там вы его и устанавливаете защелка этого упора она быстросъемная то есть вы можете отщелкнуть переместить если он вам не нужен защелкнуть все полезно вот также защелка выполняет функцию опоры для указательного пальца кому нравится такая деталь может пользоваться этим вот курком таким образом курок он помогает разгонять инструмент и балансирует лучше его у вас в руке опускаясь ниже по рукоятке мы видим здесь гарду вот эта вот гарда в данной модели очень интересно выполнена она складная это очень удобное новшество и возможность складывать гарду позволяет вам использовать этот инструмент для страховки на снегу конечно страховка на снегу при помощи коротких технических инструментов это вещь довольно специфическая но за неимением лучшего зачастую приходится действительно на снегу втыкать эти инструменты и делать на них станцию страховку так вот для того чтобы воткнуть инструмент в снег вот эта вот часть она должна быть максимально обтекаемой и вот этого добились действительно производители снабдив этот инструмент складной нижней вот этой вот гардой складывается она после нажатия на эту кнопочку небольшую складывать можно в перчатках без перчаток как удобно то есть она нажимается легко и хорошо фиксируется в общем впечатление максимально позитивные инструмент очень удобный комфортный надежный и что еще сказать ну мне очень нравится и в общем Субтитры создавал DimaTorzok